Приветствую вас, Максим. Давайте разберём ваш вопрос. В первую очередь, лично я вижу некоторое противоречие в том, что вы пишете. Потому что в начале вы вроде бы написали, что вам девушка дала второй шанс. Потом вы пишете, что она вам его не дала, то есть она говорит нет. Честно говоря, тут как-то вот за Путиным это достаточно. Это первый момент. Второй момент. Это то, что почему-то и вы, и ваша девушка считаете, что для отношений нужно меняться. Вот почему-то вы считаете, что для отношений нужно, условно говоря, себя ломать. Причём ломать достаточно жёстко. Вот все-то по тому, что вы описываете. Это прямо очень жёстко, что себя контролировать нужно, что вы конференочите и так далее. Мне кажется, что воля не воля здесь возникает такая проблема, что довольно сложно чувствовать себя собой. В такого рода отношениях довольно сложно чувствовать себя свободным. В такого рода отношениях. И волей не волей возникает вопрос, зачем вы в таких отношениях находитесь. Вот. Кроме того, совершенно очевидно, что у вас отношения не на равных получается выстраиваться. Обстраиваются отношения по такому принципу, что я виноват, моляю тебя простить меня и так далее. Вот. То есть это, по большому счёту, число вины, манипуляция. Вот. Исходя из этого, из того, чему вы уделяете внимание об отношениях. Хочется спросить, что между вами общего, между вами и девушкой общего есть. И как этого общего, между вами и девушкой много, то есть что вас объединяет и что вас связывает. Потому что, как правило, люди, которые много внимания уделяют отношениям, много внимания уделяют выяснению отношений, много внимания уделяют так называемой коррекции отношений. Вот. Достаточно мало общего имеют друг с другом, к сожалению. Вот. И вам, мне кажется, нужно подумать об этом, что вас объединяет. Потому что такое ощущение, что, знаете, знаете, такое ощущение у меня возникает, по крайней мере, по крайней мере. Ну вот, что в какой-то степени, да, свое реальное взаимодействие с девушкой. Вы, как будто бы заменяете, вот, объяснением отношений. Я, честно говоря, не думаю, что это хорошая идея для вас. Я не думаю, что это позитивно как-то вот сказывается на ваших отношениях. Вот. И не думаю, не думаю, что в таком, в подобном ключе, если вы будете действовать, то вам будет комфортно. Вот. То есть, мне кажется, что не будет вам комфортно, если вы будете действовать так. И напротив, вам будет очень сложно находиться в такого рода взаимодействиях. Такого рода взаимодействиях. Вот. Сцен. Девушка. Девушкой со своей. Ну, по большому счету, вам уже сейчас. Сейчас довольно тяжело получать. То есть, вот, как бы, ну, то, что вы описываете, да, довольно вот, выглядит как довольно сложно. Выглядит как что-то довольно тяжелое, тяжелое. Вот. Следующий важный момент, что, что вы, собственно говоря, чувствуете, и девушка, как его чувство будет к ней. Если это любовь, то, соответственно, как она, эта любовь, проявляется, вот, если вы чувствуете любовь, вот, это, на мой взгляд, очень важный момент. Вот. Ну, и в целом, когда вы говорите про, допустим, контроль, да, вот, что вы с ребятом будете контролировать и так далее. Ну, здесь довольно четко создается такое впечатление, такое ощущение, по крайней мере, по крайней мере у меня, что вам чего-то довольно сильно хочется. Вам чего-то довольно сильно хочется, когда речь идет про контроль, вот, что-то, что вам очень важно, ну, что-то, чего вы, вот, там, например, себе следите и так далее. То есть, лично мне кажется, что здесь вы невнимательны к себе, вот, здесь вы невнимательны к тому, что вы чувствуете, к тому, что вы хотите, вот, вы невнимательны к этому. Поэтому, а внимательность к себе, к своим чувствам крайне важна, вот, поэтому хотелось бы, чтобы как-то учились вы обращать на эти вещи внимание, вот, и из этих состояний, из этих состояний, выстраивали бы отношения с девушкой своей, вот, тогда у вас, на мой взгляд, куда больше шансов выстроить с ней, плюс-минус адекватные отношения, вот, еще важно учиться бесконфликтному общению, вот, то есть, чтобы общаться, не конфликтуя с девушкой, вот, это тоже очень важный момент. Так, вы пишите, как мне заполучить второй шанс? Никак, по крайней мере, психологи, не занимаются тем, чтобы отказывать подобные вещи, мы можем вам помочь разобраться в себе, мы можем вам помочь продаботать ваши проблемы, но не, мы не указываем на то, как получить второй шанс. Вот, это вам исключительно разрешат, вот, я бы сказал, что вот эта фраза про второй шанс, она, к сожалению, выглядит таким образом, как будто бы у вас есть элементы любовной зависимости, я надеюсь, что ошибаюсь, но выглядит это так. Если есть любовная зависимость у вас, то ее необходимо прорабатывать, потому что ни до чего хорошего вас это, ну, не доведет. Любовная зависимость, она очень опасна, я бы даже так сказал. Решать этот вопрос, конечно, вам и только вам, но надеюсь, что вы отнесетесь серьезно к тем аспектам, которые я озвучил, вот, потому что от этого зависит ваша, ну, не много, не мало жизни, вот, в дальнейшем, поэтому надеюсь, что вам это было полезно. Вот. В принципе, на этом, наверное, можно закончить уже мой ответ, я надеюсь, что вам это было интересно, вот. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, если вы, конечно, этого хотите. Вот. В принципе, можно, если такое желание есть, можно, в принципе, вам вместе с девушкой обратиться, вот, на консультацию, вот, и, так сказать, вместе поработать, если, конечно, такое желание у вас есть. Сейчас это бывает куда более эффективно, вот, чем по одиночке, но порой бывает и наоборот. Поэтому вы с девушкой своей, может быть, поговорите, вот, и если она не против, обратитесь в место, вот, и, думаю, будет возможность вам оказать помощь. Вот. Так или иначе, наедине не оставайтесь с этой ситуацией, потому что, ну, вы же не справились сейчас, вряд ли справитесь в дальнейшем. Удачи вам, всего самого доброго.